Люберецкий филиал Мостранс Авто пополнился новыми автобусами. В автопарк компании поступило 10 единиц общественного транспорта. По каким маршрутам они будут курсировать и какие удобства созданы для пассажиров, узнала Луиза Игиазарян. Игорь Павлович, добрый день. Так, вот здесь стандартный вопрос, сколько лет работаете? В общем, 64-33 года. Здоровье, Игорь Павлович, чтобы всё всегда получалось. Ключи от новых автобусов получили водители маршрутов 501, 1223 и 323. Это одни из самых востребованных и загруженных направлений в городском округе Люберце. Ещё две единицы подвижного состава выделили на маршрут, курсирующий от Лыткари на до станции Тамилина. Мы уже такие автобусы получали, они курсируют на маршрутах нашего городского округа. Ну, наверное, самое важное, что сегодня это и камеры, которые действуют в салоне автобуса. Это удобное место для водителя, эргономичное кресло. Это удобное место для маломобильного пассажира, который с помощью аппарели может проследовать в салон автобуса. И с помощью кнопки, которая находится рядом, он может обозначить высадку на тот остановочный пункт, на который ему нужно. Все автобусы оборудованы кондиционерами, валидаторами, электронными розетками. Оборудованы специальные места для пассажиров с животными. Примечательно, что транспортные средства полностью российского производства. Предприятие очень сильно обновляется благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря поддержке правительства. И то, что наше предприятие в таком проценте, в таком количестве получает технику, об этом в первую очередь, конечно, замечают наши пассажиры, наши жители, отмечают комфорт автобусов. В прошлом году городской округ Люберцы получил 123 автобуса большого и среднего классов. В этом году ожидается более масштабное обновление – около 300 единиц современного общественного транспорта. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.